Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хай-Тек. Какую же видеокарту выбрать? Radeon RX 7900 XT или RX 6950 XT? Ну, конечно же, понятно, что новая модель, вот эта, будет более мощная. Потому что здесь 20 гигов памяти, и вот эта карточка примерно как 4090. То есть, если подразогнать, даже может и больше. То есть, есть еще модель, самая топовая, это предтоповая AMD. А есть самая топовая, конечно, и она там уже дает фору практически 4090. Практически. То есть, если разогнать. А вот эта карта примерно как 3090 Ti. То есть, вот эта MSI. Можете как раз сравнить охлаждение. Это вот двухслотовое крепление, а здесь уже трехслотовый монстр. Сейчас будем сравнивать радиаторы. Вот так примерно выглядят эти две карты. Это MSI Gaming X Trio. Тут 16 гигов памяти, 54. Здесь уже 20 гигов у нас. И непонятно, что там. Ну, короче, более крутые технологии, я вам скажу. Так, вот так выглядит эта карта MSI. То есть, три таких радиатора сзади. Красота, скажем так. ЛГБТ-подсветка, конечно же. Трехслотовое питание. Трехпиновое, точнее. Ну, для три провода, короче. Если по-простому. Три восьмипиновых. Так, а здесь? Здесь два восьмипиновых. Вот это поворот. Тут еще, кстати, переключатель есть. Очень интересно, что... Так, он у нас переключает LED-подсветку. То есть, можно вырубить ее кнопочкой. И можно вот здесь вот биос включить. Типа разогнанную версию или тихую. Но мы включим разогнанную. Потому что, соответственно, нам нужна вся моща. Вы посмотрите на этот радиатор трехслотовый. Тут, блин, как печка от газели радиатор. Охренеть можно. То есть, она тепло должна очень хорошо отводить. Так что, друзья, вот такие вот карточки. На самом деле, я вот с AMD-шками, картами познакомился только, скажем так, в этом году. В 24-м. Именно в таком хорошем, скажем, знакомстве. Раньше думал, что Nvidia топчик. Но, как показывает практика, что 20 гигов все-таки выигрывают. Nvidia зажиралась и делает карты только на 16 гигов топовые. А 40-ая серия, которая там 4070Ti, 4060, это вообще там полная шляпа, скажем так. То есть, карта для не то чтобы нищих, но... То есть, у AMD-шки за эти же деньги вы получите больше памяти. Вот эту всякую шляпу типа DLSS, друзья, это, ну, это несерьезно. Потому что в этих картах, ну да. AMD-шный FSR вот это, да, ну, типа, как сказать, масштабирование, оно похуже, согласен. Но не стоит оно того, что переплачивать бабки, то есть, покупать какую-нибудь 8-ми гиговую карту типа вот такой шляпы. Потому что здесь 8 гигов, да, а если было бы 16 каких-нибудь, то карта, конечно, тащила бы. Но Хуанг взял, обрезал вот это дело, стало 8 гигов тут, и все. То есть, здесь даже, да, ну, понятно, что эта карта сейчас, я ее купил где-то за 40 тысяч, это вот за 65. То есть, вот эта сотку в магазине стоит, вот эта 65 стоит в продаже. То есть, вот, сами думайте. Ну, карта за сотку ясно лучше, это как бы и ежу, понятно. Ну, такой, друзья, короче, обзор вот таких карт. В общем, вот эта карта, конечно, в 4К просто бомба. Рекомендую. Все, друзья, небольшой такой обзорчик визуальный. Подписывайтесь, увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok